Друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о нашей технологии. Всё на законах природы, здесь ничего не придумано, да? Потому, когда и спрашивают у нас, а вот я нигде не учился, ничего не умею, вот а мне как, можно вот этим методом воспользоваться? Да не можно, а нужно, потому что здесь это будет происходить органично, органично в природе, да? Есть на что опереться. Законы природы. Образное мышление – это раннее утро, это не пустые разговоры, это важная составляющая процесса. Как правильно начать? Если вы правильно начали, если изначально вы вот эту вот воздушную перспективу смогли воссоздать, то дальше вам легче будет идти. Мы пятно закладываем очень мягко и плоско, это естественно, да? Когда мало света, что мы видим? Вот раннее утро, возьмите, самое раннее утро, когда вот только первые лучи солнца, да? Мы видим только пятна. Ни цвета нет, ни объема, ничего. Только форма пятна. А дальше, когда у нас идет проработка, там уже необходимо делать то, что происходит в природе. Уже потихонечку формировать форму пятна. У нас работает все. Вот эта сложная подготовка поверхности, вот эта вот наша красная имприматура, вот эта масляная элисировка. Технология, начиная с рисунка, она уже у нас не меняется. Меняется только поверхность, да? Мы работаем или на планшете, на бумаге. Дальше у нас идет живопись. Это доска, это может быть холст. Краски, кольера, технология не меняется. Меняется только поверхность инструмента, средства достижения вот этого вот изображения. У нас оговариваются вот эти вот все буквально движения до мелочей. Как и что делать? И если вы работаете по рекомендациям, то результат не замедлит сказаться. Вы обязательно его увидите. Обязательно надо понимать, что ты делаешь, да? Для чего это делается? Только тогда, когда мы будем включать голову, будет приходить это осознание, понимание процесса. И тогда у нас материал будет плавно укладываться на полочке в голове, да? А руки потом у нас будут просто делать, приобретать вот эти навыки. Здесь в голове лежат знания, а здесь вот это вот труд наш, наше усердие. Вам всегда говорю о чем? Что работайте аккуратно, как реставраторы. Тогда мы видим красоту и богатство белого вот этого вот цвета, который будет иметь множество вот этих вот нюансов. И теплую, и холодную. И все это вкупе правильно подготовлено и сделано. Это будет очень приятно для глазу. Когда работаем, надо всегда думать, да? Думать о том, что вы делаете. Как прорабатывать фактуру? Насколько это делать тонко, да? Все должно быть оправдано и продумано. Сейчас мы можем посмотреть на этой работе, скажем, дерево, кора-дерево, да? И здесь видно фактуру даже и невооруженным глазом, потому что это кора, да? Живая материя, она довольно грубая. И здесь это оправдано. Теперь давайте посмотрим лицо. Это молодая женщина, нежная кожа. Естественно, здесь нужна хорошая, качественная, тщательная проработка. Тончайшее нанесение. Нету здесь мазков. Они не нужны. Они не нужны здесь, да? Их нет, их быть здесь не может. У нас пространство. Мы его создали, вошли в него и работаем в нем. Ну, наша работа, она всегда должна быть лучшей репродукцией. Имея репродукцию, будете передирать оттуда обязательно вот эти вот проблемы снимка, которые там в той или иной степени будут. А когда вы будете знать, что вы делаете, вы будете эти ошибки оставлять на репродукции. А у вас на работе этих ошибок уже не будет. Это дорогого стоит. Просто бездумное копирование, оно не приносит пользы. Надо обязательно думать о том, что делаешь, да? Для того, чтобы думать, надо обращаться к природе, к тому, что нас окружает. И стараться ее понимать, потому что в ней есть все, да? И по ее законам мы вот и пытаемся работать. Поэтому изучайте окружающий мир. Это очень интересно. Это как раз то, что может и будет помогать вам работать.